Богдан Исинский, взгляд из Одессы. Вот у меня вопрос, если можно, немножко не по теме господину Колесниченко, но он очень важный, как мне кажется, для избирателей. Вот в одном из интервью вы рассказывали, что в детстве ваш сосед с балкона показывал вам свои мудя. Ну это цитата. У меня вопрос, как это повлияло на вашу неокрепшую психику детскую и вообще на формирование вас как личности, как политики? Очень трагично. Именно поэтому появился законопроект о запрете рекламы гомосексуализма на несовершеннолетних детей. Чтобы у нас подобных клоунов было поменьше, их в свое время привлекали к ответственности. Чтобы таких клоунов было поменьше в парламенте. Чтобы наше общество было здоровым, как нравственно, так и духовно, в том числе и физическим. И чтобы взгляд из Одессы на этом не останавливался. А еще вы в детстве в куклы играли. Вот мальчики обычно в куклы не играют. Ну эта деталь мне неизвестна. А вас это очень интересует? Вы об этом заявляли тоже. Я сказал, что детство было очень бедное. И у нас всего лишь было одна или две игрушки на весь двор. Я думаю, жители Одессы это тоже помнят. Поэтому это была трагедия нашего общества. А сегодня у наших детей кукол гораздо больше. И мне бы хотелось, чтобы наши дети играли не только игрушками, занимались и компьютерами, чтобы они занимались и IT-технологиями, чтобы мы получили продвинутое общество, которое сегодня сможет опередить на десятки лет вперед нас, как родителей. Афри, будьте спокойны. Мы советские дети, мы в солдатиков играли. Но вы сейчас не встали упущенные. У вас много кукол там, солдатиков. Но это вам нужно обратиться в другой клуб и не здесь. Спасибо за просмотр!